Мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах. С вами снова Константин Калуцкий, и мы сосредоточимся на Александре Головине, который вышел в стартовом составе Монако на матч квалификации Лиги Чемпионов против Шахтера. И, на мой взгляд, Саша был одним из лучших в составе своей команды. Правда, в целом, Монако сыграл плохо, уступил своему сопернику со счетом 0-1, поэтому в данном случае мы можем говорить о том, что Головин один из лучших среди худших. То есть команда сыграла так себе, но Головин хоть более-менее приличный футбол показал. С другой стороны, это мое личное мнение, может быть, у французов другая позиция по этому поводу. Может быть, фанаты Монако сейчас критикуют Головина? Давайте разберемся. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии болельщиков Монако о действиях Головина в этой встрече. Ну, а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы сказать, что спонсор этого ролика – компания pinup.ru. Это абсолютно легальный букмекер, и здесь сделано все для удобства футбольного болельщика. Вы можете сделать ставку на практически любой матч, даже если это какая-нибудь там пятая лига Англии. Вы можете спокойно вывести средства, тут нет никаких проблем с тем самым выводом денег. Ну и главное, здесь вы можете получить очень неплохие бонусы, в том числе персонально от меня. Если вы зарегистрируетесь по ссылочке в описании, а также ведете промокод, указанный в описании к этому ролику, то вы можете получить файбет до 3000 рублей. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к мнению иностранных фанатов. Что же они пишут про Головина? Давайте узнаем. Регалазм. Головин на данный момент – это не игрок уровня стартового состава. Мне кажется, что сейчас ему даже на 60 минут не хватает сил. Ну, касательно 60 минут, дело в том, что на 60-е Головина заменили, но тут есть объективная причина. У Саши недавно была травма, и, конечно, он не готов сейчас на 100%. Джокер 25. Головина опять не было видно на поле. Он играл ужасно. Муки 972. Головин будто находится в литургическом сне. Но, я так понимаю, остальная команда сыграла выдающимся образом, судя вот по этим комментариям. Оудини написал. Головин и Мартинш просто бесполезные. Ничего особого они нам не дают. И так продолжается уже несколько лет. Ну, окей, теперь мы узнали, что Головин, который стал лучшим ассистентом прошлого сезона в Монаку и отдал больше всего голевых передач, он оказывается бесполезный и ничего не приносит. Джокер 25. Я даже и не знаю, что думать о Головине. Чувак проводит парочку хороших матчей, а после этого 10 слабых. Все мы знаем, что он нестабилен, и это является очень большой проблемой. Но я не согласен, что на два хороших матча у Головина приходится 10 плохих. Скорее наоборот. Тальянте. Ну, хоть угловые у него получаются хорошо. Кстати, с одного из угловых Монаку мог забивать. Головин подал. Бадьяшиль промахнулся, но момент был хороший. Фишель. А мне пришлось по душе то, с каким желанием Головин играл в обороне. Ну, желание было хоть отбавляй. Головин в итоге чуть было не нарывался на горчичник. Было несколько фолов, но в итоге Головина почему-то жалели в этой встрече, хотя он, ну, можно сказать, шел к желтой карточке. И несколько раз рисковал получить горчичник. Тальянте написал также. Я, конечно, понимаю, что это только начало сезона, но Головин явно находится не в лучшей форме. Ну, как будто остальная команда сейчас прям носится по полю, как ракета. Марко Ройс написал. Мне понравился боевой дух Головина. Джеути. То, насколько Головину не везет с ударами, это уже просто какое-то проклятие. Но под конец матча он начал шевелиться. И даже мог забить мяч, но хорошо сыграл вратарь. Ну, Головин действительно был активен в плане дальних ударов, и некоторые из них были весьма перспективны. Так что в данном элементе игры Саша пытается действовать несколько активнее, чем раньше. Потому что его часто критиковали, в том числе и фанаты Монако, за отсутствие дальних ударов. Вот, пожалуйста, они начались. Зезем написал. Головин задавал темп нашей атаки. Сайлент. Головин был агрессивен в единоборствах. Что здорово. Но это и понятно, учитывая, что в соперниках были украинцы. Эх, если бы таким же вдохновением пропитались еще Чуамени и Фафана, было бы совсем здорово. Но я не думаю, что Головин вышел с особым настроем, потому что соперники, дескать, из Украины. Тем более, что большинство из них это бразильцы. Хэбус. В плане объема проделанной работы Головин впечатлил. Бонфайс. Головин играл в этом поединке на своем хорошем уровне. Ну и Буч написал. Сидебе и Головин единственные, кто по-настоящему хорош в нынешнем составе Монако. Ну что ж, вот такое вот мнение от фанатов Моногаска. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.